Приветствую вас на моем канале Давненько у нас не было автобусов И сегодня это Marco Polo Paradiso New G7 1200 У него такой вот свой Салончик с значком Я так понял, что это автор свой тег поставил А не Знак именно Нашего автобуса Вот так вот он выглядит, приближать нет смысла Потому что он и так занимает Весь экран Такой массивный автобус Вот тег нашего автора Точнее даже сайт его Ну имеет место быть Человек тратил время Делал это все, пускай Будет в нашем видео Видим, что бегущая строка Уже активирована Что-то там пишут про Бразилию И так, что у нас дальше идет По кабинам у нас два варианта Чем же они отличаются Такой вот вариант Мы видим, что меняется положение Наших стеклоочистителей Так, ну это надо смотреть Давайте посмотрим с салона Так, такой вариант И с разделителем таким Ну, мешает, конечно, вот эта перегородка обзору Но здесь покруче выглядят стеклоочистители Давайте оставим этот вариант Итак, то есть вы поняли, что кабина Меняется положение И сами стеклоочистители И добавляется вот такая перегородка Есть два варианта Шасси у нас также два варианта Давайте смотреть, чем они отличаются Оба 4х2 Ага, второе шасси чуть-чуть повыше Это хорошо Это нам пригодится Давайте поставим повыше Двигатель 1 360 лошадиных сил Две коробки передач Обе с ретардом На 8 передач И на 12 Так, идем дальше Интерьер у нас 1 Вот так он, к слову, выглядит Видим, даже по бокам есть какие-то регуляторы Переключатели Кстати, надписи Вот заметьте По-моему, это на испанском То есть Прочитать здесь что-то нельзя будет Дверь у нас открыта По умолчанию Надеюсь, что есть опция ее закрыть Вот такие вот у нас регулки Тут все Ну, достаточно неплохо Если сравнивать Я делал много обзоров По автобусам То это еще не худший вариант Далеко-далеко То есть Тут еще все нормально С деталями Вот даже видно, что сиденья С такой амортизацией Хорошо Пайн-джобы У нас есть Skin Edit То есть Здесь мы можем Скин свой делать И есть Предустановленные скины Давайте просмотрим их К слову говоря Скины достаточно качественные Нету пикселизации То есть Разрешение у них хорошее Но Немножко мутноватые Согласитесь Комета Как будто В какой-то дымке Такой Вот черный Он как серый Получается Вот этот уже Скин Поярче Ну То есть Выбор у вас есть Вы можете выбрать На свой вкус Вот оранжевый Вообще яркий Красивый Скин Так Посмотрим Все скины Потому что Ну Людям интересно Это Бразилия Я Что то не очень Понимаю Почему именно Бразилия Почему Бразильцы В Европе Тоже Много Хороших Автобусов Ну Да ладно Так На чем Мы остановимся Ну Давайте Бразилию Оставим Вот такой Вот флажок У нас Развивается Что у нас По внешнему Тюнингу Давайте Разбираться Так Начинаем Спереди Это Табличка Ну Здесь Что то Менять Здесь По По Испански Тут Сальвадор Витория Сан Пауло То есть Тут Можно Ничего Не Менять Если Вы Не Ездите По Карте Бразилия Так Что у Нас Здесь Можно Закрыть Все таки Двери И Это Мы Сделаем С Открытыми Дверьми Не Рекомендую Ездить Шторка Видим Что есть Вот Такая И Есть Пониже Шторка Это Действительно Хорошо Потому Что Бывает Так Слепит Я Как То Раз Ехал И У меня Всю Дорогу Прямо В Лобовуху Светило Солнце Так Что Это Добавляет Интересно К сожалению Надписи По Испански Ничего Непонятно Хорошо Переходим К шинам Шины И Диски У нас Стандартные Здесь Нечего Менять Так Ищем Дальше Точки Точки Еще Есть Вот Это Например Добавляет Вот Эти Такие Вот Спицы Какие-то К Колесам Не знаю Что Это Такое Ну Добавим Хорошо Что У нас Здесь За точка Так Это Добавляет Такой Огроменный Кондиционер Я думаю Пассажиры Одобрят Так Что Меняет Эта Точка Цвет Шторок Видим Меняется Вот Здесь Вот Возле Окон Ну Давайте Вот Такой Абразильского Нет Вот Этот Подойдет Отлично Так Это У нас Кондиционер Пассажиры Три Варианта Можно Полностью Заполнить Это Хорошо Так Тонировочку Можно Затонировать Я думаю Вот Такая Вот Практически Максимальная Тонировка Чтобы Пассажиры К слову Качество Более Менее Нормальное Самих Моделек Пассажиров Но Если Затонировать То Это Не будет Бросаться В глаза Я Всегда Ставлю Тонировку Нормально Так Вроде Бо Мы Все Обошли Больше Я точек Не Наблюдаю Да Уже Все Поставлено Переходим В салон По Зеркалу Это Не Зеркало Это У нас Шторки Вот Такую Шторку Мы По моему Ставили Вот Такую Пускай Будет Ну Хотя Нет Хотя Нет Текстурка Шторки Не Очень И Она Немного Мешает Обзору Я Воздержусь От Шторок Вот Видите Какая Шторка У нас Большая Она Уменьшает Обзор Но Смотрите Мы Вот Так Вот Сидим Нам Все Нормально Видно Руль У нас К сожалению Только Один Можно Поставить На Балдаж Сисел Как Вы Видим Поддерживается Поставили Черный Он Гармонично Сюда Вписался GPS У нас Есть Даже Подписано GPS Так Почему Двери Открыты Я Сделал Двери Закрыты Ну Такая Вот Индикация Что Двери Как Будто Открыты Ну Ладно Хорошо Это Ничего Плохого В этом Я не Вижу Так Здесь Что У нас Вот Это То Что Я Не Пойму Что Добавилось Ага Делает Такую Окантовку Или Это Неон Такой Ну Нормально Пускай Будет И Видим Что Шторка Можно Опускать Делать Ее Повыше Немножко Кстати Она Перекрывает Наше Самое Верхнее Зеркальце Ну И так Нормально Все Видно Все Больше Никакого Тюнинга Нету Давайте Садиться В наш Марко Поло И Выезжать Сейчас Мы Куда Постараюсь Найти Италию Например Гаражи Так Так Ну Да Это Я буду Долго Искать Турин Это Италия Насколько Я помню Да Помню Футбольную Команду Когда Увлекался Этим Так Ну Первое Впечатление Про Автобусу Очень Даже Положительное Посмотрим Как Он В Деле Достаточно Темно Очень Запускаем Двигатель Так Вот Так Вот Подсветка У нас Запустили Двигатель Видим Светятся Часики У нас Так Навигацию Уберу При Подсветке Вот Так И вообще В салоне Мы видим Такая Синя Подсветка Я так Понял Что Это Дает Все Этот Лет Он Светит И в салон Выглядит Достаточно Красиво Я Такого Еще В автобусах Не встречал Это Достаточно Неплохо Дворнички Ходят Давайте Дождик Включим Сразу Видите Есть Некоторые Ошибочки Но И так Неплохо Так Дождь Попадает Нам На лобовое Немножечко Попадает Да Стираются Капли Дождя Мы видим Да Стираются Капли Дождя Плохо Это Видно Но Но Видно И Смотрим С внешки С внешки Вот так Вот Оно Выглядит Сейчас Дворники Включены И Да Есть Есть У нас Анимация Дворничков Это Хорошо Давайте Посигналим Прерывчатый Такой Короткий Прерывчатый Короткий Такой Сигнал У нас Поворотнички Чик На зеркале Нету К сожалению Ну и так Достаточно Хорошо Видно Вот так У нас Освещение По бокам Тоже Видим Точки И Дальние Все Проверили Проверили Освещение Возвращаемся В салон Очень Темно Давайте Включим Время Другое 12 часов У нас Устроит Дождь Уже Не Идет Кстати Какая-то Индикация Переключения Режимов Дворника Есть Да Есть На ручке Индикация Переключения Режимов Дворника Вот так Вот она Ходит И давайте Его выключим Потому что Он надоел Все Выключен Наш Звук Сигнала С водительской Вот так Вот Поворотнички Мы видим Что есть И индикация И анимация Отлично Конечно Качество Вот Ручки Такое Себе Мало Детализировано Но хотя Текстурка Есть И Достаточно Неплохая Хорошо Что Мы Сделаем Дальше Проверим Какие у нас Регулировки Регулировка Руля Поддерживается Но у нас Руль стоит Так Что у нас Видно Все И gps И бортовой Компьютер Кстати О бортовом Компьютере Приближаем Смотрим Вот Все Окей С бортовым Компьютером Круиз Показывает Топливо Все Хорошо Так Зеркала Вроде бы Все нормально Видно Немножко Не засвечены Конечно Но И то Неплохо Двери Мы видим Что все Таки Закрыты Просто Это Когда мы Были в гараже Не поменялось Еще раз Рассмотрим Внешечку Вот 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 Выглядит Наш Автобус Ну Согласитесь Достаточно Неплохо И вот Эта Хромированная Такая Вставка Вообще Классно Кстати Тонировка Выглядит Темнее В гараже Она была Светлее Видно То есть Может быть Все таки Нужно Тонировку Поставить Среднюю В гараже Она была Светлее Хорошо Я наверное Буду Выруливать Вот так Вот Потому что Никто Не собирается Даже Пропускать Я бы Так Вот Задом Не Не Выехал Вот Такие Случаются Чем Это Связано Стоп Так Все Очень Неприятный Конечно Звук Очень Неприятный Конечно Звук Сдавания Назад А давайте В салоне Послушаем Ну Намного Тише Да Потому что Слушать Этот Писк Это Так Посмотрим Пропускают У нас Никого Нет Хорошо Так Выключил Поворотник Немножко Проедемся Где-то Припаркуем Такую Огромную Автобусину Звук Вы слышите Двигателя Оригинальный Такой Приглушенный Хорошая Звукоизоляция Так Куда Будем Поворачивать Я даже Не знаю Куда Тут Ехать Никогда Не ездил По этой Карте Так Я Наверное На Красный Проеду Потому что Времени Ждать Не очень Много Есть Так Видите Как Его Начало Шатать При Резком Повороте Так Куда Мне Заехать Давайте Будем Нарушать Дальше И заедем Вот сюда Так Там Какая Фирмочка Вот там Мы Припаркуемся Шлоба Мы Открыли А Это Как Раз Автобусная Станция Отлично Так Вот Тут Здесь Я Стану Так Фух Немного Проехал Его Конечно Шатает При Поворотах Так Выключаю Или Нет Двигатель Все равно Не слышно Практически Давайте Резюмировать Что мы Имеем По Этому Автобусу Положительное Впечатление По Автобусу Кстати Парковочный Парковочный Здесь Находится Я Такого Не Видел И Он Работает Очень Хорошо Что Сказать По Внутренней Отделке Давайте По Пунктам Все Как Бы Хорошо Есть Конечно Такие Простоватые Такие Текстурки Все Неоднородно Это Этого Цвета Это Этого Цвета Некоторые Детальки Вот Плохо Подогнаны Но По Сравнению С Другими Вот Если Сравнивать С Другими Автобусами Моделями Это Просто Отличный Салон Вот Аксессуаров Нет Вообще Но Они Здесь И Не Нужны У Нас Хорошее Большое Обзорное Такое Окно Все Отлично Видно Все Красивенько GPS Есть GPS Немножко Маловат Я бы хотел Чтобы он Был бы Побольше Было бы Классно Если бы GPS Был Побольше А ну Ка еще раз Вот эти Кнопочки Индикатора Индикации Нету На вот Этих Кнопочках Ну И Окей То есть По Салону Однозначно Плюс Еще Понравилась Вот Эта Вот Подсветка Ну Вот Смотрите Ну Очень Круто Я такого Не видел Еще В автобусах Именно В автобусах В грузовиках Конечно Есть Так Выключим Двигатель Слышим Какой Звук Выключения Свой Звук Двигателя Выключения Все Отлично Еще Вот Эта Вот Штучка Такая Непонятная Некрасиво Смотрится Куда-то Въезжает В текстуры Ну Это Да Это Придраться К этому Конечно Можно Что касается Внешки И внешнего Тюнинга Много Скинов Это Классно Это Очень Хорошо Выглядит Неплохо Этот Марко Поло Вы знаете Я буду Ездить На таком Автобусе Мне будет Интересно Повыполнять Доставки Пассажиров На таком Автобусе Очень Красиво Кстати Я так Классно Парканулся Из первого Раза На меня Это Совсем Не похоже Ставлю Моду 8 Из 10 Это Однозначно Один из Лучших Автобусов За последнее Время Которые Я видел Девятку Тоже Можно Было Поставить Да Но Хотелось Бы Аксессуары В салончик Аксессуары В салончик Более Детализированные Вот эту Чтобы Можно было Интерьерчик Поменять И Буквально Все 8 Из 10 Классный Автобус Подписывайтесь На мой Канальчик Хочется Чтобы Как-то Он развивался Буду Пилить Видео И дальше Спасибо За просмотр Пока Редактор's